всем привет с вами Дмитрий Русул это новый выпуск quick news в котором мы поговорим с вами о новостях из мира плагинов и музыкального оборудования за последние две недели и давайте сразу начнем с первой новости компания Sennheiser представила новые наушники которые называются HD 400 pro и представляют из себя открытые наушники мониторинговые то есть для работы с миксами как заверяют сами разработчики у них максимально нейтральная не окрашивающая частотная характеристика насколько это возможно в наушниках но вообще у Sennheiser были такие модели которые довольно близки к ровной АЧХ поэтому имеет смысл поверить разработчикам на слово и сами разработчики заверяют что там ну естественно хорошие драйверы плюс преобразователи расположены под специальным углом имитирующим расположение мониторов студии как бы создавая такой искусственный равносторонний треугольник хотя с наушниками довольно сложно но так или иначе разработчики говорят что эти наушники идеально подойдут для работы с бинуруальным аудио и для сведения вот спешил аудио в том числе цена при этом довольно довольно демократичная 250 долларов и посмотрим как эти наушники будут звучать я может быть попробую их и обязательно отпишусь или об этом расскажу позднее в одном из своих видеоблогов например но довольно интересно просто цена и то качество которое заявляет разработчики соотношение довольно интересное они во вся случае заявляют довольно линейную АЧХ на диапазоне от 6 герц до аж 38 килогерц то есть очень большой диапазон и довольно линейная частотная критеристика но посмотрим обещают нам честный низ что не всегда возможно в наушниках но наушники открытого типа соответственно не будут они будут уставать уши и напомню что подобный тип наушников максимально пригоден именно для работы длительной работы со сведением и вот особенно с бинуруальным сведением потому что конечно же полноценное сведение на наушниках я лично делать не рекомендую все-таки это скорее дополнительный мониторинг нового для аранжировок для какого-то пред сведения такие наушники однозначно пригодятся со следующей новостью внезапно врывается такой замечательный плеер из прошлого под названием вином если кто олдфаги здесь пишите в комментарии что вы знаете этот плеер у меня лично это был первый плеер ну не считая windows медиа в 2000 году или в каком-то венам был такой довольно любимый плеер я через него очень многое слушал в начале 2000-х годов и как вы знаете где-то в середине 2000-х его забросили разработчики и сейчас решили реинкарнировать пока что непонятно каком виде он будет работать как работать просто сегодня сами понимаете оффлайн плееры уже практически никому не нужны только так быстренько воспроизвести что-то на компьютере но все пользуются для этого встроенным в операционной системы средствами этого вполне достаточно и естественно разработчику сейчас придется постараться чтобы оправдать появление на рынке вновь вином по и некоторые предполагают что возможно венам будет таким неким плеером для спотифай музыки может быть soundcloud музыки то есть он будет как-то может быть интегрироваться со стримингом то есть вы можете создать свой аккаунт который залинкуете совместно с аккаунтом на любой стриминговых платформ которые будут поддерживаться и венам просто будет как такая некая оболочка удобная для вас возможностями там эквализации и прочего все за чем славился свое время собственно венам посмотрим пока это только предположение разработчики ничего конкретного пока не сказали но как все эксперты полагают все-таки разработчикам придется постараться чтобы оправдать появление этого плеера сейчас в двадцатые годы 21 века компания rfx обновила свой самый популярный ромплер под названием nexus вы все знаете теперь вышла 4 версия этого ромплера напомню ромплер это такая смесь сэмплера с синтезатором то есть основа на сэмплах но с возможностью подкручивать звуки с помощью движка инструмента дополнительно подмешивать некие синтеза синтезаторные призвуки и синтезаторные возможности так или иначе разработчики уверяют что они еще больше улучшили свой но свою новую версию nexus а и в первую очередь облегчили интерфейс сделали его более ну скажем так удобным для пользователя очень много фич то есть появились insert слоты внутри с которым вы можете на любой звук вешать insert плагины эквалайзеры реверы и дилеи и так далее также множество арпеджиаторов встроенных есть секвенсор встроенный все это может регулироваться много модуляционных возможностей для макро контроллеров и так далее то есть в принципе осовременили инструмент и самое главное что есть возможность купить сразу максимальная версию она правда стоит очень недешево четыре с половиной тысячи долларов но туда входит 200 гигабайт сэмплов и пресетов 20 порядка 20000 пресетов это довольно много и я уверен что ценители nexus и любители его оценят такое предложение потому что в принципе я думаю что такой набор перекроет практически все электронные жанры и поп музыку в том числе поэтому если вы любитель nexus а и вам интересно вот можете обратить внимание ну а базовая версия будет стоить от 250 долларов так что переходите по ссылке в описании если вам интересно привет коллега встречаем ежемесячная подписка одно видео за 2 рубля все как вы любите много за недорого как тебе такой илон маск полный доступ 24 на 7 к абсолютно всем курсам без ограничений формате ежемесячной подписки как это работает например выбираем тариф живая музыка он состоит из 490 видео уроков на данный момент это 28 курсов вот его содержание с выходом новых курсов они будут сразу добавляться в тот или иной пакет зависимости от тематики и будут доступны сразу же всем подписчикам этого пакета как получить доступ нужно купить подписку на этот тариф нажимаем кнопку купить и мы попадаем на сервис бусти где и происходит вся магия здесь мы уже все подготовили отсортировали по полочкам сделали удобную навигацию все в одном месте жмем подписаться проходим быструю регистрацию по номеру телефона или авторизируемся через любую социальную сеть в один клик выбираем количество месяцев для подписки жмем купить и готово так что шутки в сторону коллега пора обучаться по-крупному действуйте прямо сейчас компания мук выпустила свой новый софтверный синтезатор который распространяется на ios и mac девайсах называется они мук z и это такая новая реинкарнация подобного синтезатора который представляет собой смесь табличного волнового и векторного синтезатора то есть основа в том что вы создавая всякие графические движения скажем так осцилляторов можете менять в реальном времени звук то есть у вас звук будет точнее параметры генерации звука будут путешествовать по некоторым вектором который вы будете сами создавать задавать то есть графические фигуры создавать эти графические фигуры напрямую влияют на генерацию звука в реальном времени таким образом можно всякие сложные комплексные звуки создавать пэды лиды и так далее то есть для космической музыки для имбит музыки такие инструменты особенно хороши и что самое интересное инструмент в принципе условно бесплатный то есть у него есть основные функции которые доступны всем можно скачать там сейчас в appstore но конечно же за дополнительную оплату вы можете разблокировать дополнительные функции и большее количество пресетов хотя и по умолчанию там довольно много пресетов и также разработчики обещают довольно гибкий движок то есть вы можете даже в полифонии аккордов менять отдельно пить разных голосов так как этот синтезатор поддерживает шестиголосую полифонию конечно же там встроен классический фильтр мук и все дополнительные функции от муга которую можно найти выход подобных софтверных синтезаторах в общем довольно интересный плагин можете также пройти по ссылке послушать демки как он звучит и если у вас есть под рукой ios девайс и mac девайс можете спокойно в appstore его закачать и попробовать самостоятельно компания waves сразу выпустила два новых плагина в честь черной пятницы первые первое это просто уменьшенная версия такая демонстрационная версия второго плагина первый называется low five space и представляет собой такой скажем эффект воссоздания винтажных дилеев и реверов с эффектом low five уже вшитым внутрь он довольно интересный интерфейс и особенность этого плагина именно в том чтобы генерировать такие олдскульно звучащий tape delay и пленочный и пружинный ревератор тоже с такой некий эффектом low fire то есть сигнал внутри этого эффекта будет немножко обрабатываться и становиться таким более грязным и впоследствии обработанным вот этим самым ревером то есть довольно интересный плагин он раздается абсолютно бесплатно пока что во всяком случае в честь вот этой всей черно-пятничной и кибер понедельниковой движухи как это часто у waves бывает и они кстати долго держат эти акции поэтому можете пройти по ссылке в описании и забрать свою копию этого плагина но а его более старший собрат уже платный называется ретро фай и он представляет себя полноценный такой channel strip в котором помимо вот этих секций дела и и ревера также еще представлены дополнительные возможности по сатурированию по компрессии по эмулированию винтажных приборов то есть там вшита несколько импульсов старых винтажных приборов 50 60 70 80 благодаря которым можно окрасить звучание того или иного инструмента которую вы собственно отправляете на этот плагин и воссоздать там очень интересные текстуры то есть это прямо для тех кто заморачивается слоу файз звучанием какие-то биты делает в таком ключе это очень интересный плагин можете также послушать как он звучит сейчас его также постартоваться не отдают довольно дешевая по порядка 30 долларов но конечно же цена может любой момент увеличится поэтому переходите по ссылке в описании если вам интересно и забирайте бесплатную версию и если вам интересно покупайте полноценную разработчики из bedroom producers благ выпустили новый бесплатный плагин который тоже относится к реверу с эффектом искажения встроенным и в данном случае плагин называется dirty spring и судя по названию это пружинный ревербератор алгоритм пружинного ревербераторов который встроен биткрашер то есть как заверяют разработчики биткрашер на самом деле такой специальный ингредиент в этом плагине который может правда не во всех ситуациях но с некоторыми звуками прям добавить очень классной остроты и характера в эффект вот этого пружинного ревера который по умолчанию звучит довольно ну предсказуемо но с помощью биткрашером может стать очень интересным скорее всего тоже будет полезно для тех кто работает с эмбиен звуками и может быть каким-то noise звуками потому что там как раз биткраш эффект очень хорошо заходит и собственно разработчики здесь позволяют экспериментировать то есть использовать как просто ревер тем больше там настроек практически минимум то есть не нужно там что-то долго настраивать и биткрашер можно использовать уже как дополнительную перчинку чтобы сделать этот плагин еще более интересным по звуку так что переходите по ссылке в описании и забирайте этот плагин если вам интересно ну что ж на сегодня это были все новости спасибо вам большое за просмотр обязательно ставьте палец вверх если вам понравилось это видео и пишите в комментариях что вам из плагинов которых я сегодня рассказал понравилось и конечно же подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видео не только quick news а также видео по лоджику также мой видеоблог и здесь много чего еще выходит поэтому оставайтесь на связи вступайте в наш telegram чат где мы все общаемся там уже нас больше тысячи человек обмениваемся опытом по работе с лоджиком по работе с плагинами делимся скидками на разные плагины и так далее в общем у нас там уже активная движуха если вы еще не подключились обязательно подключайтесь ссылка будет также в описании доступ абсолютно бесплатные просто оставляйте свои контакты мы вам пришлем ссылку на чат и вступайте задавайте вопросы ищите меня там я тоже всегда там на связи в общем успехов вам творчестве с вами был дмитрий урсул увидимся следующих видео всем пока